В первый день работы конференции Южно-Российской парламентской ассоциации 12 апреля заседание провели ее комитеты. Выступления и дискуссии коснулись широкого круга тем. От науки и культуры до экономики и экологии. Мы говорим о создании национального парка. Мы обратились к коллегам для того, чтобы нас поддержали в этой части. У нас теперь Аласпи – это особо охраняемая природная территория. У нас Ая особо охраняемая природная территория, Сарыч. Нам кажется, что их уже пришло время соединить и создать на этой территории особый заповедный национальный парк. В этой части нас тоже поддержали. Есть предложения по изменению законодательства, по использованию такси. Такие инициативы не только от Севастополя поступили, но и от Краснодарского края в том числе, и от других коллег. У них есть свои предложения об изменении законодательства. В этой части у нас свои. Мы обобщаем наши предложения и делегируем их на федеральный уровень. Активное участие в обсуждении вопросов, связанных с сохранением природных богатств полуострова, принял депутат законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Однако, по его словам, некоторые инициативы крымских коллег лично он не поддержал. В частности, исключение из Красной книги России, сосны Паласа и проведение работ по санитарной вырубке. Правда, речь шла именно об участках ее произрастания в Крыму, не в Севастополе. И второй вопрос касался использования пестицидов в охранной зоне. Действительно, в Крыму и Севастополе, в долинах рек выращивается виноград, и расположены плодовые сады. И мы не так давно в законодательном собрании обсуждали эту проблему, которая касается садов Бельбека. Должен сказать, что мы тогда не пришли к единому мнению, потому что не было необходимой исходной информации в полном объеме. Я свою озабоченность так же высказал нашим коллегам. Опять-таки, их инициатива касалась только Республики Крым, поэтому она была поддержана. На данный момент она не имеет туристов для Севастополя. Хочу сказать при этом, что члены комбета поддержали мою точку зрения о том, что необходимо получить сначала большую информацию о том, какие пестициды на каких расстояниях, каким образом влияют на те или иные водные ресурсы. Отдельную встречу 13 числа посвятили вопросам туристского и санаторно-курортного комплекса, а также законодательным практикам и инициативам, стимулирующим развитие рекреационного потенциала и привлекательности отдыха в южных городах страны. Мы воспитываем опыт других наших коллег. Тем более важно, конечно, что у нас в этом смысле 4-летний только опыт, уже почти 4 года. А у коллег наших это могут быть уже десятки лет парламентской деятельности. Поэтому, естественно, что совместная вот такая деятельность обогащает. Ну а поддержка друг друга, в смысле, так скажем, делегирование на федеральный уровень наших инициатив укрепляет общую позицию. Южно-Российская парламентская ассоциация появилась по инициативе законодательного собрания Ростовской области в 2001 году как консультативный и совещательный орган. Цель – поддерживать межпарламентское сотрудничество южных регионов и разрабатывать единую правовую основу для реализации политики государства в различных сферах. Конференция этого года стала 28-й в истории ассоциации. Наталья Данилова, Дмитрий Лилека, Андрей Беженцев, Севнформбюро, Левадия.